Вернем землю в центре народу. Под таким лозунгом в Махачкале провели первый форум по реализации проекта частной реновации. Участие в мероприятии приняли неравнодушные жители столицы и представители общественных организаций. Детально говорили о проекте, который реализует компания «Ета реновация» и ее масштабных планах. О проекте, дающем людям надежду на лучшую жизнь, подробнее расскажут мои коллеги. Эстетичные кварталы на месте трущоб в центре города. В 2017 году был дан старт программе «Ета реновация». Всего в рамках проекта из ветхих домов более 120 семей переселились в квартиры премиум-класса. Розея Трасулова почти 30 лет прожила на улице Горького. Дом невозможно было продать, двор был в плохом состоянии, а санузел и ванная комната находились на улице. Но став участником программы, она получит сразу две квартиры. Мы отдали свои собственные земли, старые столетние дома, и мы очень даже рады. У меня были три комнаты, старые такие. Вместо этого мне дают две квартиры по 60 квадратов. Мне хватает одну сыну, другую нам. Мы жили в центре города, никакой не было ванны, туалет, условий не было. Это, представляете, в каком веке жить в центре города, без холодной, без горячей воды, купаться ходили по городу, родственникам. У Магомеда Магомедова также сомнений в программе не возникало, особенно когда ему пообещали помочь с оформлением документов. И на время строительства многоэтажки предоставили съемную квартиру. У нас бывают какие-то справки нужны, допустим, которые мы должны представить, да, им, вот когда купли, продажи, когда вот мы отдаем свой дом, чтобы нас не отвлекать. Они сами бегали, все это они сами собирались на Ермошкино-113, где вот стоит на сегодняшний день мой домик, так скажем. Я получил оттуда несколько квартир буквально через пару лет. Пока они мне ключи дадут от квартир, они оплачивают за квартиру. По словам соучредителя компании ЕТ «Реновация» Екатерины Орловой, первый форум по реализации проекта поможет узнать мнение общественности о влиянии комплексного развития территории на облик столицы. Прежде чем планировать новые кварталы, у нас это много, поскольку очень многие жители хотят присоединиться к нашей программе, то есть центра города, в первую очередь, Махачкалы, мы хотели узнать мнение всего общества, как повлияет эта реновация и какие насущные проблемы она должна решить не только для тех людей, кто получает шикарные квартиры в центре города, но и для всего общества. Так, чтобы центр города Махачкалы стал предметом гордости республики. И не только радовал зор туристов, но и сами жители были довольны и счастливы. Проект социального значения действительно способен изменить жизни многих, облагородив вид столичных кварталов. Вместо полуразрушенных саманных временок люди будут жить в квартирах премиум-класса с евроремонтом, благоустроенными дворами, детскими площадками и подземным паркингом. Но главное, горожанам, прожившим в центре Махачкалы всю жизнь, не придется переезжать на окраины. По представленному проекту комплексного развития государственного предполагается строительство новых кварталов в таких микрорайонах, как Новых Ишет, ДОСАВ. Но многие люди не согласны выезжать на окраины из центра, они хотели бы все-таки остаться здесь. И для них есть вариант частной программы реновации, то есть получение квартир там же, где они живут. Для того, чтобы эту программу запустить в полноценном варианте, при проектировании мы бы хотели учесть интересы всеобщества и все вопросы, которые были здесь озвучены, мы их не просто разрабатываем в рамках нашего проекта. Дальше мы с представителями общественных организаций, хотели бы уже с органами власти обсуждать дальше, как будет развиваться данный проект комплексного развития. Дагестан стал пилотным регионом, где был реализован проект ЕТР-инновация. Вскоре планируется расширение географии, и компания начнет обновлять ветхие кварталы и в центральной части России.